В Шадринском краеведческом музее состоялось открытие новой фотовыставки произведений мастера-камнерезчика Ивана Голубева. Приятно похвастаться, что город Шадринск рождает таких людей. Особенно приятно то, что Иван родился еще и в этом здании, в памятнике архитектуры регионального значения Ночвинская больница, где находился дом города Шадринска. Поэтому такое чувство благодарности за то, что ты живешь в городе Шадринске и ты какую-то частичку своей жизни отдаешь этому городу. А есть люди, которые родились и своим творчеством прославляют наш город не только в нашей области, за пределами области, но и даже за границей. Иван Владимирович Голубев – выпускник Шадринской художественной школы и Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Ныне руководитель Екатеринбургской студии «Светогор». Его работы – частые победители и призеры международных конкурсов камнерезного искусства. Это действительно гордость и гордость для нашего города. Это опять же говорит о том, что не оскудеет талантами шадринская земля, что они есть, что у нас есть замечательные преподаватели, которые могут увидеть потенциал ребенка и вырастить в нем задатки настоящего мастера. Очень приятно видеть. Конечно, прям хотелось бы видеть эту работу вживую, понимая, что невозможно. Но, тем не менее, даже то, что мы видим на фотографии, заслуживает внимания, заслуживает уважения и нашего восхищения всяческого. Поэтому спасибо большое Ивану Владимировичу за предоставленную возможность познакомиться с его работами. Действительно, нужно знакомиться с этими работами и школьников, и учащихся художественной школы, чтобы они видели, на что они могут быть способны, к чему нужно стремиться, впитывать все, что дают преподаватели, и становиться настоящим мастером. Русская школа резьбы по камню является одной из сильнейших в мире. Уровень мастерства современных российских школ камнерезного искусства непрерывно растет. Сегодня в России принято выделять две основные школы камнерезного искусства. Это Уральская и Петербургская. Работы мастеров камнерезного искусства отличаются высоким художественным уровнем, узнаваемым авторским почерком и высоким владением техникой обработки камня. Глядя на все эти работы, понимая, что автор этих работ – это величина не регионального значения, я бы даже сказал не государственного, а мирового значения, потому что сегодня о работах Ивана Владимировича знают во многих уголках мира. Это и Соединенные Штаты Америки, и Юго-Восточная Азия – это центральная Европа. Благо работы Ивана Владимировича Голубева есть и в частных коллекциях, и в выставочных, так сказать, проектах на разных территориях мира. В ходе встречи автор произведений рассказал о техническом и эмоциональном опыте создания своих произведений. Их много было сделано, я не знаю, я не считал уже, но сотни вещей было мной сделано, в составе мастерской, мастеров сделано, ювелиры, литейщики, шлифовщики, которые превращаются в камень, скажем так, шершавый, гладкий, блестящий. Это тоже часы и дни, месяцы работы, вышлифовывание этих деталей – это труд. То есть труд, который любые задатки из 99% – это просто обыкновенный, для начала неинтересный и скучный труд, но потом он становится необходимым, просто даже для жизни и для познания чего угодно. Иван уверен, что между мастером и камнем, с которым он работает, необходим негласный диалог. Камень живой, и его нужно прочувствовать, чтобы получить такой великолепный результат. Камни здесь трудно невероятно много, но вот может быть этим он наценился всегда, своей сложностью обработки. Цветные камни – это вообще отдельная история, тут можно говорить месяц, это энергетика. И у нас здесь за Урале край не сумасцветный, в общем-то, но совсем рядом, да, у нас Урал, там большая фруктура камня существует, и божественные сказки, и очень много мистики вокруг этих живых организмов, так их назовем, которые существуют в каком-то параллельном поле энергетическом. И воздействуют, и влияют, и чудеса там происходят, потому что рядом. Это очень здорово, я с этим познакомился, и вот, наверное, да, до конца жизни буду этим заниматься. Ко мне не отдыхаю, я еду на мастерской, взят в каком-то камень, что-нибудь там делаю. И чем больше делаю, тем больше понимаю, что я ничего не умею. И это так, на самом деле, потому что все относительно. Жизнь – это путь, а мастер, я понял, что это состояние больше духовное, чем какой-то критерий возможности ремеслера. Иван Владимирович владеет не только техникой объемной мозаики, но и более сложной. Вырезать цельные скульптуры из единого монолита. Каждая скульптура из камня уникальна. Ее невозможно повторить в точности, так как нет одинакового камня. Рисунок всегда будет немного другим, и это еще один фактор, определяющий высокую цену произведений. Выставка Ивана Голубева в Шадринском краеведческом музее продлится до 28 сентября.